Новости Джавахка Красные полумесяцы – ничто иное, как последователи режима «Расмус Камбек» – «Мы и наши топонимы» Армянская национальная одежда «Тарас» – «Крепость Амбер» внесена в список семи памятников Европы, находящихся под угрозой исчезновения Для окончательного урегулирования армянского вопроса предполагается урегулирование двух параллельных проблем Вопросы осуждения совершенного против армян геноцида, устранения последствий геноцида, то есть возмещения ущерба Следует отметить, обе проблемы были урегулированы Геноцид был осужден, материальные и территориальные решения, связанные с возмещением ущерба геноцида, были приняты Приговоры были вынесены, но не выполнены Геноцид, совершенный против армян, был осужден дважды 1-й, 24 мая 1915 года, когда Государство Тройственного Союза, Франция, Великобритания и Россия В совместном заявлении осудили новые преступления Турции против человечности и цивилизации Отметив, что они будут иметь последствия Так и произошло Особая военная инстанция Константинополя провела в 1919 году судебный процесс на водо-турецкими главарями по следующим обвинениям За вовлечение Османской империи в войну и организации массовых убийств и депортаций граждан империи армянского происхождения Социальная военная инстанция вынесла соответствующие решения, в том числе заочно приговорив главных организаторов геноцида к смертной казни Решения об устранении последствий геноцида, совершенного против армян, также были приняты Расчет компенсации материального ущерба был произведен и представлен специальной комиссией в 1919 году Что касается территориальной компенсации, то Северский договор был подписан и рацифицирован орбитажным решением 28-го президента США Вудро Вильсона Приведенные выше решения относятся к совершенным преступлениям в 1915-1918 году, где были исключены преступления, совершенные сменяющие друг друга турецкими правительствами в отношении армян И прочий ущерб, нанесенный армянству с 1894 по 1896 год, в 1909 году, с 1918 по 1923 год С другой стороны, орбитажное решение Вильсона включает только четыре вилаэта Западной Армении Тем не менее, мы пытаемся заново пройти пройденный путь, когда ставим на повестку дня вопрос осуждения, совершенного против армян геноцида Непосредственно связывая с этим вопросы ликвидации последствий геноцида Речь пресс-секретаря правительства Республики Западной Армении Существование Республики Армении и Арцаха еще раз подтверждает реальность Армянская нация подвержена риску уничтожения до тех пор, пока она будет сдерживать и ограничивать аппетит того, кто проводит нецивилизованную политику по отношению к себе Зачитывая декларацию Национального совета Западной Армении, пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армена Саакем подчеркнула Национальный совет Западной Армении – единственное действующее руководство армян всего мира Которое в правовом и стратегическом плане придерживается нового курса для достижения высшей армянской цели Новый курс – это тот компас, на основе которого армянский статус Западной Армении определяется сегодняшней слабой ситуацией Объединившись вокруг которой, мы должны окончательно решить нерешенную основную проблему Речь пресс-секретаря правительства Республики Западной Армения доступна на нашем ютуб-канале Вестерн Армения ТВ Прошли проверки муниципалитета Джавахка Были выявлены недостатки в разных областях, в том числе связанные с качеством водоснабжения Отчет от государственного аудита содержит отдельный пункт о показании коммуникальных услуг, которым в частности говорится У муниципалитета проблемы с водоснабжением населения Часть населения не получает питьевую воду, а подаваемая вода не очищается Следовательно, деятельность муниципалитета по обеспечению водоснабжения и качества питьевой воды для населения недостаточно В анимационной студии «Ключ времени» Джавахка состоялся показ мультфильмов, снятых местными детьми Работы учеников были представлены впервые Преподаватель студии Мама Мария рассказала историю создания студии и про работы учеников Дети представили свои работы на двух языках – грузинском и армянском К сожалению, азербайджанские красные полумесяцы – ничто иное, как последователи режима в одежде, защищенной Женевской конвенции Об этом в своем микроблоге Икс напишал шведский журналист Расмус Камбек Комментируя информацию о том, что представители азербайджанского красного полумесяца посетили армян, находящихся в Нагорном Карабахе Совет правления организации тесно связан с руководством Азербайджана И основная ценность нейтралитета полностью игнорируется Помните, когда они использовали для акта протеста у въезда в Нагорный Карабах по Гагдамской дороге Вместо того, чтобы делать заявление по запросу Международного комитета Красного Креста Они намеренно сделали встречные заявления против Международного комитета Красного Креста Что еще больше усугубило гуманитарный кризис В рубрике «Мы и наши топонимы» телеканал Вестерн Армения ТВ представляет турецкие принципы переименования исторического Харберта Город Харберт расположен на левом берегу реки Арацан, восточный Ефрат, к северу-западу от озера Цов В древности входил в состав одноименной провинции Великой Армении Происхождение названия Харберт связано с названием деревни Хар Расположенный в древние времена на территории Харберта К которому со строительством городской крепости позже было добавлено слово «крепость» Берт, став Харбертом Хар на хуридском языке – это дорога Отсюда и происходит название Харберт, что означает «крепость на дороге» Историк Мухарь Ованисям пишет Хар – это древнее слово, означавшее дорогу и крепость, была построена на дороге как убежище По мнению некоторых, Хар на древнем языке означает «дорога» Место называлось крепость города-дорог Это понятно, так как через провинцию Харберт и Харбертскую равнину проходила транзитная магистраль «Царская дорога» Построена персидским Дарием I в передней Азии Название Харберт, пришедшее с древних времен, турки изменили на Харпут Скалистая местность и безводный климат города Харберт не понравились местным армянам И некоторые из них в 1617 году переехали на окраинную равнину к юго-западу от Харберта Основав новый город, назвав его Нор-Харберт Полная статья доступна на нашем сайте Вестерн Армения ТВ В сотрудничестве с Вестерн Армения ТВ журналист Гуар Торусям предоставила несколько фотографий из личного архива Фотографии характеризуют армянскую девушку и армянскую идентичность По словам Торусян, национальная одежда, армянский костюм – отражение мышления нашего народа Тарас выражает нашу идентичность и один из факторов, поддерживающих ее Имея многовековую историю, будучи такой же богатой и разнообразной, как наш многогранный язык В результате определенных исторических обстоятельств формировались два костюмных комплекса Западно-армянский и Восточно-армянский В костюмах ярко проявлялись социальные, ритуальные, возрастные и профессиональные различия Именно поэтому, посмотрев на данный костюм, люди понимали, к какому классу принадлежал человек в этом костюме Костюмы Западной Армении и Восточной Армении отличаются следующим Женский костюм в Западной Армении отличался большей роскошью, был богаче вышивкой из позолоты и серебра Другое существенное отличие – во всех западных провинциях фарту был обязательной частью женского костюма Его носили на талии, груди или плече В комплекс костюмов Западной Армении вошли костюмы Васпуракана, Барцер, Айка, Сасуна А также костюмы армянонаселенных районов Килики и Покер, Айк Последние выделяются растительным и геометрическим орнаментом, которые присутствовали как в женской, так и мужской одежде Носили изысканные украшения, которые дополняли костюмный комплекс Костюмы Западной и Восточной Армении были разными и у мужчин В восточных провинциях был распространен кавказский костюм, состоящий из нижнего беля, короткой верхней одежды и чухи Зимой носили широкую шубу без пояса, на голову надевали шапку из овчины или ягненка Костюм западных армян отличался Он состоял из брюк с вышитыми элементами, короткого платья без рукавов и рубашки Рукава были украшены вышивкой, на спине повязывали шерстяной пояс и носили белые шляпи в форме конуса Историко-культурный заповедник Амберт включен в шорт-лист программы Семь самых находящихся под угрозой исчезновения, как один из 11 объектов Европейская Федерация культурного наследия, Европа Ностра, Институт Европейского институционного банка Объявили название памятников и объектов наследия, включенных в программу 7 наиболее подверженных риску на 2024 год Исполнительный президент Европа Ностра, доктор профессор Герман Перзинчер заявил Избранные объекты наследия находятся под угрозой разрушения, разрушительных последствий стихийных бедствий, пренебрежения или отсутствия финансирования Публикуя краткий список, мы желаем направить послание поддержки активистам и местным сообществам, которые глубоко привержены делу во их спасение Наследие Европы должно быть сохранено как свидетельство нашего общего прошлого, так же, как и стимул к стабильности и сплоченному мирному будущему По словам Шивы Дустайи, декана Института Европейского инвестиционного банка, культурное наследие является ключевым ресурсом для европейской идентичности Привлекательности и экономического роста В завершении новостей послушаем песню в исполнении Артема Вальтера «Армения» Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!